здравствуйте дорогие подписчики у нас сегодня пожалуй одна из самых интересных тем это черенкование и черенковать мы будем все самое ценное самое интересное самое приятное и коллекционное вот например у нас есть такое приобретение как вот этого регатная монстера это просто сама себе завидую вот прям вот июля сама себе завидую да я даже сегодня ночью не спала и конечно это красавица но мы ее все-таки порежем чтобы красавица и у вас прибавилось поэтому начнем черенкование с нее потом мы что это хоть расскажи это монстра варигатная которая посмотрите насколько много у нее варигатности и соответственно она из каждой пазухи ну мы надеемся что даст как раз таки такие же ярко окрашенные красивые варигатные маленькие растения можно я ствол покажу да я как раз к стволу хотела и подойти плавно но получилось резко посмотрите какой ствол это говорит о хорошем генетическом как сказать о не фоне или как хорошей генетики до растения вот это обязательно растение которое будет выдавать варигатные листья сейчас кому-то будет смотреть на это очень жалко я точно не бойтесь все будет хорошо это не одно это размножение что мы сделаем вот этот лист он ведь он молодой это лист который еще не при не приобрел такого тургора как вот эти листья постарше он еще только развернулся он весь такой мягонький он еще молоденький то есть он еще не окрепший естественно снять его и еще один лист это будет недостаточно здесь надо чтобы были хорошие воздушные корни то есть первое макушечное растение мы снимем с вот этими пожалуй четырьмя ну хотя вот таких вот три окрепших возьмем листа и один молоденький вот это будет первый срез внимание режу давай раз раз два страшно жалко три опа опа это 1 1 1 готов а дальше все пойдет очень просто потому что дальше каждое растение будет прекрасно укореняться с одной единственной пазухой и парочкой воздушных корней вот это следующее растение мы его будем делать немножко косой срез вот таким образом вот это будет следующее растение вот отсюда пойдет . роста отсюда будет расти нормальная полноценная сейчас мы помоем да наверное эти череночки помоем их можно кстати если сомневаетесь если переживаете можно вот этот срез углем толченым просто активированный уголь одна таблетка растолочь можно даже чуть-чуть добавить либо мицетина это для того чтобы предотвратить какое бы то ни было гниение и вот обработать и вот таким образом посадить вот так мы его покромсаем жалко конечно будет зато очень красиво здесь вот есть такая ситуация где нет листа 1 сажать без листа бессмысленно поэтому вот этот мы посадим с двумя пазухами а вот этот этот лист этот черешок бывший мы его уберем можно в принципе сначала срезать достаточно даже потом когда эта часть высохнет она просто уже какой большой корень до у этого получился каждый следующий будет с большими корнями вот еще один еще один ну и так далее да то есть монстр у нас видите будет монстра они много не бывает особенно в аригад на до всем не хватит сейчас это я не знаю это настолько модное растение она нужна просто все ты расскажи сколько стоит эти в аригадный монстры в голландии да мы так как мы растение заказываем из голландии уже не первый год и даже уже не пятый год а достаточно давно то есть мы на этом собаку съели и когда я стала просить нашего менеджера найти нам в аригадный монстры из голландии она мне сказала его надо и она это нереально это невозможно одна монстера стоит маленькая при маленькой 500 евро чтобы получить довести до на 100 полторы тысячи на три на два с половиной на три не полторы тысячи неправильно а но да так вот что у нас пониже что мы имеем мы имеем вот такую картину здесь мы можем смело убрать какую-то часть корней потому что вот в этих корнях нет такого большого толка поэтому сделаем так и вот здесь тоже так мы можем вот эти корни слегка подровнять ничего страшного для растения это не будет но тоже опять-таки можно их натыкать . монстры мы закончили сейчас мы это будем сажать но сажать мы это будем в оранжерее не здесь и здесь у нас сегодня просто тема черенкования чтобы приступить к следующим а кстати можно поставить их в землю не в землю вернее автор а можно поставить их в воду вот они у меня стояли вот такие красавицы в воде они любят такие композиции да у меня вот смотрите вот стоят в большом количестве приемном аэром а эти стояли просто в вазе и вот посмотрите вот это такой красотища близко видно на конечно а на ощупь они знаете какие они пар они бархатные просто очень классный вот вот это монстера это зеленая дельюкоза монстера есть вот такая варигатная но мы ее купили она такая с очень слабой варигатностью черенок мы покупали кстати покажи стволик что здесь да здесь очень мало варигатности соответственно надо было и ожидать что ну не даст она такой прям ярко выраженной варигатности вот эти уже кандидаты в посадку можно смело сажать эти с вазом и достали поэтому вот в ту вазу в которой они были мы помыли сейчас можем поставить как раз те растения которые верхушечку да верхушечку который конечно же без земли мы сейчас просто хотя бы верхушку воткну вот будет такая красота аня кстати полностью ствол не ставит воду она так чтобы кончик был слегка слегка чтобы касался чтобы в пазухе воды не было но мне кажется хотя это не суть важно но блин какая я счастлива а не ты счастлива я вообще всегда счастлива сейчас особенно ненормальные да только ненормальные цветоводы могут быть такими счастливыми вот у нас есть кстати тоже сейчас вообще просто не под ними вот это филадендрон кобра здесь у нас уже кое-что отросло и есть что почеренковать но не кое-что не кое-что хорошо отросло но в общем желающим черенковать есть всегда и все так я повернусь к вам сейчас сейчас все сделаем вот такой вот подожди-ка подожди-ка смотрите смотрите хоп давай послушайте и вот эту штучку теперь можем тоже укоренять отличная прям ох какая тоже можно кстати в воде смело потому что в воде сначала корешок растет а потом начинает на множество корешков не делай сильно маленькими и здесь нельзя делать сильно маленьким потому что вот это еще такая незрелая веточка поэтому мы вот берем и вот первый у нас будет вот такой вот такой его можно как водичку тоже опять таки можно углем затыкать вот а тут дальше также по принципу пол монстры потому что монстры так сказать тоже филадендрон вот отсюда пойдет растение из этой пазухи будет расти полноценное красивое растение филадендрон кобра вот поэтому мы вот так смело предполагаешь почему кобра называется мой потому что очень быстро растет и прям лезет вот я вам покажу сейчас смотрите здесь уже есть такой наклюнулся видно так сейчас 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 не фокусирует сам не фокусирует так вот вообще конечно красота да я просто обожаю так вот закончим с этим экземпляром будем делать дальше вот так чик чик все здесь есть такой уже поджелтевший слегка а вот кстати ведь оголили оголила и новый рост подожди сейчас нет что-то не фокусирует все получилось ну вот филадендроны тоже уже готовы к посадке кто у нас есть еще такой смотри дорогие наши вера косу мы да у нас есть ну доставай ладно я так сильно не буду показывать мы на кухне снимаем кстати на кухне извиняюсь может быть не самая такая прям хотя наоборот приватно вот чуть-чуть этот вера косу у меня постоял на востоке и слегка подгорел здесь у меня восточное окно обычно на лето теневку вешаем но вот еще не успела поэтому слегка подгоревший но ничего страшного на самом деле для растений это не критично но не приятно для нас да потому что мы любим более красивые растения сильно его не зарезай здесь сильно не зарезаем но вот верхушечный черенок опять-таки по тому же принципу вот вот это верхушечный черенок кстати мы вчера один такой верхушечный черенок продали но на весь больше я снимала поэтому а эти вот пойдут уже верхушка и два листа характерный запах очень вкусно пахнут я буду стать ароидное семейство же это чуть-чуть я буду снимать чтобы опять же всем хватило да и было не так дорого потому что мы получаем эти растения невероятно дорого но так как мы хотим чтоб все-таки обеспечить вас растениями за что там за стволом и стволом вот что я здесь оставила я оставил не заметила здесь один уже старый лист но можно было на лист больше оставить вот и вот посмотрите здесь мы сделаем вот один черенок вот второй черенок и основной верхушечный 3 такой красивый ну 3 себе оставляем обычно верхушечный продала так что вот так здесь у нас все отрастет дальше потому что здесь уже все в росте вот новый малыш молодой вот и все это здесь самое главное когда вы кстати когда вы обрезали растения и оставили его в том же горшке без пересадки вот этот нижнюю его часть смотрите не залейте вот это очень важно здесь все строго то есть растения постольку поскольку у него не осталось почти листьев он поглощать воду уже в таком количестве не будет поэтому не стремитесь его поливать как раньше там как вы поливали два-три раза в неделю поливать строго по мере по цехами вот вроде так коротко но главное все но еще раз скажи вот про вот тот который сзади стоит мы его резать не будем потому что есть но он есть да ну и жалко я его выращивала это мой любимый игр у меня три названия которые я последнее время должна была запомнить это вера курсом кастыряном и это сквамиферум сквамиферум вот это сквамиферум с волосатыми ножками они по моему ножки ты фотографировала да да я фотографировала кстати у нас есть уже готовые поэтому вы можете его у нас приобрести ну и вообще по аруидным мы сейчас набираем обороты нас будет все очень много пока